Итак, коллеги, всех привет! Безумно рада, что вы смотрите данное видео. И сегодня мы с вами разберем, что же такое муниципальные торги и как мы будем зарабатывать на муниципальных торгах. Вы молодцы, потому что вы хотите изменить свою жизнь, хотите изменить текущее положение дел, начать зарабатывать на торгах, либо вы, в принципе, хотите какой-либо дополнительный заработок. И за то, что вы смотрите данное видео, вы тоже молодцы, потому что вы нашли время, как мы знаем, в нашем мире. Очень тяжело найти время для того, чтобы что-то посмотреть. Итак, давайте с вами познакомимся. Меня зовут Юлия Атаманова и я эксперт в области приобретения государственного имущества с 4-летним опытом. Как я пришла в эту профессию, можете вы меня спросить. На самом-то деле, то есть история моя очень печальная. В 2017 году я осталась с ребенком одна на руках, то есть я мать-одиночка, осталась с ребенком на руках, и мой доход был 4 500, и у меня был кредит в 7000 рублей. То есть вот это вот моя такая история, как я начала приходить к торгам. Много вы расписываете себе, я не буду. Все есть в доступе, если вы хотите, можете посмотреть. И на текущий момент я обучила уже более 400 экспертов, наработала база инвесторов по всей России, с которыми постоянно работаю, разработала собственную стратегию работы без стартового капитала, пересдачи государственной недвижимости в 2-3 раза дороже. И благодаря муниципальным торгам, благодаря государствам я приобрела квартиру в центре города без апотеки, без кредита. И для того, чтобы не быть голословной, что я обучила уже более 400 экспертов о том, что они зарабатывают, давайте я вас с ними, с частью них познакомлю. Итак, первый ученик мой, это Евгений Лесков, это аукционный брокер, аукционный брокер в городе Омске, очень крутой брокер. Это мой коллега, то есть он работал в рамках банкротства, уже проходил обучение по муниципальным торгам, но что-то ему не пошло, ему было непонятно, пришел ко мне на курс и, как вы видите, от него положительный отзыв. Еще одна моя ученица, безумно классная женщина, это Мария Гагушина. Мария Гагушина вообще никогда не работала с торгами, то есть она была только знакома, обучилась на муниципальных торгах и работает исключительно с автомобилями, то есть с конфискованными автомобилями. Еще один мой ученик, это Антон Судраб. Антон Судраб, почему он вообще сюда попал? Потому что он уже на обучение заработал свои первые 40 тысяч рублей и отбил стоимость обучения. Еще один мой ученик в Санкт-Петербурге, это Василий Ильин. Василий долгое время работал у меня куратором, сейчас он выбил свою дорогу, то есть сейчас он занимается именно аукционом брокериджа. Расширил свои знания не только в муниципальных торгах, но и в банкротстве. В данном случае он выкупил автомобиль и заработал на этом 100 тысяч рублей, они заработали на двоих. Итак, именно сейчас вы можете начать менять свое текущее положение дел в лучшую сторону, а также на этом зарабатывать. Скоро у меня стартует курс, да, то есть скоро у меня набор нового потока на курс реальный заработок на муниципальных торгах. Что вас ждет в моих пошаговых видео вот на текущий момент, да, то есть вот что вас будет ждать, что вы увидите на сайте, вот когда вы будете прям пролистывать и видеть данные видео. Вы узнаете, что такое муниципальные торги, как на этом заработать и почему это тренд на ближайшие 5-10 лет. Какое имущество можно купить на муниципальных торгах, как его искать. Вы получите пошаговый план развития в профессии аукционный брокер, с помощью которого можно выйти на хороший доход. И вы узнаете, как искать лотос нулевой стоимостью. Для чего я сделала все эти бесплатные видео, да, то есть для чего я вообще сейчас сижу, записываю здесь. Чтобы каждый из вас смог освоить навыки покупки муниципального имущества. Для своих личных целей, а также для бизнеса, например, для бизнеса с целью заработка. И чтобы вы легко поняли, как войти в эту профессию и сколько имущества продается на муниципальных торгах. Итак, давайте же с вами, наверное, прям-то уже более погрузимся в практику и разберемся, что такое муниципальные торги. Ну, во-первых, муниципальные торги – это первый шаг к стабильному пассивному доходу. Разобравшись я в свои все навыки, вы сможете зарабатывать без особых усилий, не вкладывая своих денег. У меня есть своя стратегия, да, то есть я, в принципе, везде обучаю. Так что мы зарабатываем без своих собственных вложений. Вы сможете выкупать имущество дисконтом у государства, а также арендовать его для своих нужд. Выплачивать ипотеку и долги спокойно, да, то есть без вечного поиска денег. Заниматься своим делом, а не работать на кого-то, да, то есть не работать на дядю. Получите способ заработка, который актуален будет всегда, да, то есть вот что такое муниципальные торги. И кто бы хотел разобраться в муниципальных торгах и начать зарабатывать на этом? Тогда смотрите данное видео далее. Как итог этих видео, да, то есть которые вы будете просматривать постепенно, вы узнаете четкий алгоритм для 100% успеха в сфере муниципальных торгов. Найдете имущество с нулевой стоимостью и даже сможете его приобрести. Если вас все это заинтересовало, тогда мы с вами идем дальше, не переключайте, не выключайте видео. Любой бизнес у нас есть, в любом бизнесе у нас есть этапы построения бизнеса, да, то есть муниципальные торги у нас в этом не исключение. Не знаю, куда сюда поставить себя. Муниципальные торги не исключение, да, то есть в муниципальных торгах есть 5 этапов построения бизнеса, которые лично я сама выделяю. И первый этап это поиск лота, да, то есть когда мы берем и ищем интересный для нас, либо для инвестора лот. Второе это анализ. Анализ это когда мы не интуитивно понимаем, что ну вот вроде бы интересный, а когда мы точно знаем, что вот этот лот интересный, мы можем на нем заработать, либо мы, либо инвестор. Третий это способ получения прибыли, да, то есть за какой лот и сколько мы сможем получить, да, сколько мы сможем заработать. Далее, четвертое, это участие в торгах. Это тоже очень важный момент, где должна быть своя стратегия. И реализация стратегии получения прибыли, то есть сколько мы получим за тот или иной лот и самое главное, когда, в какой момент. Для того, чтобы мы с вами разговаривали на одном и том же языке, нам нужно изучить основные термины. Основные термины, да, то есть чтобы вы меня понимали. И первое слово, которое я буду употреблять в принципе всегда, как на моем расширенном курсе, так и в видео этих, это лот. Лот это любой объект, который мы с вами берем и с которым мы работаем. Неважно, древесина, сережка, косметичка, машина, там, я не знаю, какая-либо коммерческая недвижимость, да, то есть это называется лот. И ЭЦП это электронно-цифровая подпись. Электронно-цифровая подпись это такая маленькая флешечка, она заменяет аналог нашей собственно ручной подписи. И то есть я буду также использовать данное слово. ЭЦП, сокращенно ЭЦП, нам нужна с вами для участия в электронных торгах. Да, то есть это торги онлайн, это когда мы с вами находимся дистанционно. Более подробно мы все это будем разбирать. Следующее это агрегатор. Агрегатор, что это такое, да, то есть он у нас называется торги GoFru. Это сайт, который собирает абсолютно всю информацию о проводимых торгах по всей России. То есть все то, что государство продает, публикуется у нас на одном единственном сайте. И нам очень важно научиться работать с данным сайтом, да, то есть и в этих видео, которые будут пошаговые, вы естественно разберетесь, научитесь работать с сайтом и научитесь искать интересный лот. Итак, говоря простыми словами, муниципальные торги, либо государственные торги, без разницы называют их и так, и так, это место, где государство и государственные корпорации продают или сдают в аренду свое имущество. То есть обратите внимание, либо продают, либо сдают в аренду. То есть здесь мы можем взять как движимое, так и недвижимое имущество в аренду, так и купить его. Ну, чтобы было понятно, в муниципальных торгах мы можем взять имущество, измельный участок в аренду, да, то есть и можем сделать это недорого. Итак, говоря простыми словами, если вообще-вообще-вообще непонятно, муниципальные торги – это авито, на котором государство и государственные корпорации продают свое имущество. Говоря простыми словами, есть школа, у школы есть автобус, автобус возит детей, пять лет проходит, все по регламенту, по гостам автобус должны списать. Причем неважно, отъездил он, не отъездил все это время, да, то есть вот пять лет прошло, его списывают. И вот данное имущество мы можем с вами встретить на муниципальных торгах. Что касается госкорпораций, да, то есть госкорпорации – это те корпорации, которые работают от государства, где имеется доля государства, ну, к примеру, Почта России, да, вот Почта России. Вот имущество Почты России, я не знаю, там Сбербанка, мы можем встретить на муниципальных торгах. Какие у нас бывают торги, да, то есть не муниципальные, в принципе, и муниципальные, и банкротные, и залоговые, и от пристав, и непрофильные активы. Они бывают двух видов – это онлайн и это офлайн. Онлайн-торги – это когда мы с вами вот там дома, в кафе, я не знаю, в офисе, при помощи ноутбука участвуем в торгах дистанционно, удаленно. Нам для этого нужна электронная цифровая подпись, это вот такая вот флешечка, которая заменяет аналог нашей собственной ручной подписи. Если вы зайдете на мой YouTube-канал, у меня там просто куча видео о том, как участвовать дистанционно. Онлайн-торги – это онлайн-торги, да, то есть с использованием электронной цифровой подписи. Оффлайн-торги – это очные торги, это когда мы с вами едем на адрес, который указал организатор торгов, и так путем поднятия карточек, вот так же, как в кино, мы участвуем самостоятельно в торгах. Да, то есть вот здесь вот уже торги у нас немножечко сложнее. В своем расширенном курсе у меня есть четкие понятия, объяснения, дополнительные видео, как проходит онлайн, как проходит офлайн-торги. Итак, почему сейчас самое время заниматься муниципальными торгами? Во-первых, у государства всегда есть что продать. Если вы посмотрите, у государства просто куча имущества, которые они выставляют. Еще есть оффлайн-торги, да, то есть из-за того, что оффлайн-торги нужно ехать на место, это снижает конкуренцию, то есть с соседнего региона к вам мало кто поедет. И сразу вам хочу сказать, что в принципе в муниципальных торгах еще пока очень низкая конкуренция, поэтому нужно спешить уже сейчас. Кто может продавать имущество на муниципальных торгах? Ну, первое, да, то есть понятно, это государство. И второе, как я уже говорила, это госкорпорации, такие как Сбербанк, Ростелеком, ВТБ, Газпром, Почта России, я не знаю, вот там, где есть доля государства, те корпорации могут продавать свое имущество. По данным Организации экономического сотрудничества и развития у нас 21 министерство, 52 федеральных агентства, службы, надзоры, более 400 департаментов и 35 миллионов сотрудников. Все они пользуются ручками, компьютерами, я не знаю, ноутбуками и так далее, да, то есть машины чиновников. И вот их всех необходимо содержать, и вот у каждого имущества есть свои СНИПы, есть свои правила, есть ГОСТы, которые списываются. То есть, как вы понимаете, 35 миллионов сотрудников, это просто огромное количество, да, то есть по всей России то, кого необходимо содержать. И вот все это имущество продается в муниципальных торгах. Как я уже сказала, да, в госсекторе огромное количество средств, оборудования, недвижимости, там, автомобилей и так далее. Есть исключительные имущества, которыми пользуются чиновники. Я не знаю, там, лошади, компьютеры, яхты, тра-та-та, да, то есть вот безумные, я не знаю, там, кресла директора, сидения, там, я не знаю, какие-либо коммерческие помещения. И, в-третьих, государство на своих-то не экономит, да, то есть и списанное оборудование, вот чаще всего оно в хорошем состоянии, и мы его без проблем можем поехать, посмотреть, пощупать, потрогать, да, то есть нам не запрещают это делать. Какой мы здесь можем сделать вывод? Что на муниципальных торгах всегда будут выгодные лоты. Если сейчас не выкупите их вы, завтра их выкупят ваши конкуренты. Поэтому именно сейчас самое лучшее время для стартовки. Потому что очень низкая конкуренция. Что сейчас у нас происходит с рынком муниципальных торгов? Давайте посмотрим и разберемся. И ни для кого не секрет для того, что мы уже вступили в фазу мощнейшего экономического кризиса, да, то есть с этой пандемией, с этим коронавирусом нас запугали людей, увольняют с работы, заставляют ставить прививки, да, то есть несмотря на решение Верховного Суда и так далее, да, то есть это не будущее, это настоящее, и мы здесь уже сейчас живем. Внутри этого кризиса и отступать некуда, людей увольняют, да, то есть увольняют с работы. И вот что делать в данном случае? Вот муниципальные торги помогут вам в данном случае, то есть вам не надо, еще раз говорю, работать на дяде, вы не нужно открывать какое-либо ИП, вы можете работать как физическое лицо и на этом зарабатывать, и никто не заставит вас пойти и поставить ту же самую, например, прививку от коронавируса. То есть вы можете полностью перейти на удаленку и, в принципе, работать дистанционно, удаленно, не выходя из дома и находиться там как минимум с семьей. То есть, как мы уже понимаем, спасение утопающих, уволенных, оставшихся без дохода, это абсолютно наши проблемы. Ни работодатели, ни государство, никто нам помогать не будет, потому что это никому не нужно, мы должны выкарабкиваться сами. Поэтому на помощь государству мы рассчитывать не можем, но воспользоваться ресурсами государства, на которых мы можем заработать, да, мы это можем, и я предлагаю вам это сделать. В кризисной ситуации, да, то есть кризис не только у людей, кризис у государства также наступает, государство распродает принадлежащие ему активы, и в том числе неприватизированные со времен СССР, да, то есть это подвальные помещения, это первые этажи, это какие-либо квартиры, да, то есть у кого там наследников не было, неприватизированные квартиры, все это продается на муниципальных торгах. И общая статистика по торгам у нас примерно такая, я считаю, что за 2021 год выкуплено более 21 тысячи лотов в стадии подведения итогов всего лишь тысячи, да, то есть всего лишь тысячи участников на 21 тысячу было. И вообще за все время, за все время с 2015 года выкуплено всего лишь 9 тысячи лотов. То есть, как вы видите, цифры очень маленькие по сравнению с тем, сколько у нас имущество выходит на торги. Какие перспективы ждет рынок имущества на муниципальных торговых? Давайте с вами разберемся. Более 35 тысяч лотов выставляется ежегодно на торги. Менее 30% лотов выкупается из-за кризиса, и 70% лотов висят в течение долгого времени, и цена на них постоянно снижается, 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 потому что никто не выкупает. А на недвижимость, как минимум, на другое имущество, да, то есть стоимость у нас растет. И половину из этих лотов реально выкупить за копейки. Итак, аукционный брокер по муниципальным торгам. Это тренд на ближайшие 5-10 лет. Кому подходит работа аукционным брокером? Давайте с вами сразу разберемся. Это, как минимум, мама в декрете, да, то есть те, кто ищет дополнительный заработок, либо, в принципе, хочет зарабатывать, ну, не знаю, там, не обращаться к мужу. Это риэлторы, да, то есть риэлторы – это те, кто работают с недвижимостью. В муниципальных торгах просто куча недвижимости. Это офисные сотрудники, да, то есть, ну, потому что они постоянно сидят за компьютером. И это инвесторы, то есть это люди, у которых есть какой-либо капитал, даже, там, 30 тысяч рублей вы можете быть инвестором. И все, кто хочет зарабатывать без начальника, да, то есть все, кто боится остаться без работы, все, кто хочет дополнительный заработок, либо свой бизнес. Вот муниципальные торги вам подходят, да, то есть они, вот муниципальные торги, могу сказать, что подходят вообще практически к каждому. Но для этого необходимо работать. Поэтому, да, то есть, что такое муниципальные торги? Это понятный алгоритм, состоящий из пяти пунктов, да, то есть пять этапов построения бизнеса, которые я даю на курсе, на своем, на расширенном. Это легкий и быстрый старт входа в профессию. То есть вам здесь не надо миллиона рублей, вы сами видели, если успели ознакомиться с ценами, что это небольшие цены. Для работы вам потребуется, что владеть компьютером и уметь работать с сайтами в интернете. Как это делать, что это делать, все это у меня уже в шаблонах, в документах, уже дополнительные видео, все это есть. И вам необходимо уметь общаться с людьми, но как минимум с инвесторами, если вы хотите уметь зарабатывать без вложений. Презентации, дополнительные диалоги, скрипты, все это есть в моем расширенном курсе, все это загружено уже на платформу. И сейчас для себя, вот там внутри дайте ответ. Сколько навыков из трех вы владеете, да, вот, которые вы насчитали для себя? Итак, если вы что-то не умеете, да, то есть, ну, сейчас думаю, ага, я не умею общаться с людьми, я не знаю, как общаться с инвесторами, это не страшно. Я возьму и проведу вас за руку от А до Я, да, то есть до результата, но только при условии, что вам это также необходимо. Давайте я сейчас еще раз познакомлю вы со своими уже другими учениками, да, то есть, как бы себя бы мне убрать. Итак, мой ученик, это Сергей Михалев, после обучения он заработал свои первые тысячи рублей, 30 тысяч рублей за 8 дней, да, то есть, сразу после обучения. Он купил автомобиль за 54 тысячи рублей, продал его за 90, минус расхода 30 тысяч рублей была его прибыль. Андрей Чернов вообще мой любимый ученик, потому что это не молодой человек, это вообще человек у нас с завода, пришел, обучился на муниципальные торги и просто фигачит, зарабатывает на квартирах, то есть, он выкупает квартиры в городе Подольске, у него же своя база инвесторов. На самом деле, это, да, это старый лот его, который он выкупал, это один из первых, но тем не менее, на текущий момент Андрей у нас обучился в прошлом мае, то есть, 2020 года, и у него на текущий момент выкуплено более 12 квартир. Но я считаю, что это очень круто, потому что у него средняя комиссия 100 тысяч рублей, и он уже собирается приобретать квартиру для себя, для субарента. Итак, давайте уже перейдем прямо так к опыту, к опыту, к практике. Итак, что можно купить на муниципальных торгах? Давайте с вами разбираться, что можно купить на муниципальных торгах. У нас есть две категории имущества. Это недвижимость, это движимое и недвижимое имущество, да, то есть, к движимому имуществу автомобили у нас относятся, мотоциклы, рыбки, лошади, животные, я не знаю, какие-либо там ценные бумаги. То есть, это то, что мы можем подвигать. Недвижимое имущество, да, то есть, это, как правило, земельные участки, это у нас жилые и нежилые квартиры. Но я думаю, с этим понятно, и более подробно здесь я не буду разбирать. И как вы можете получить выгоду, да, то есть, ну, от того, что там продается или сдается в аренду? Ну, во-первых, самое главное, что я уже говорила, что муниципальное имущество можно выкупить за копейки. И если вы располагаете своими собственными средствами, то вы можете купить для себя дешевле рыночной стоимости. Вы можете перепродать, вы можете сдать в аренду имущество, вы можете сдать в субаренду госсин, да, то есть имущество, и выкупить для инвестора для вашего клиента. То есть, я работаю по схеме выкупить для инвестора, мне так комфортнее, поэтому я топлю за то, что вы выкупали для инвестора, не вкладывая в своих собственных средств. Давайте посмотрим, что же все-таки продается на муниципальных торгах. К примеру, да, вот что здесь значит копейки? Volkswagen Touareg 116 тысяч рублей. 2009 года копейки, копейки. Nissan Tiana 2010 года 353 тысячи рублей. Toyota Camry 2005 года 286 тысячи рублей. Если мы, например, сравним с Volkswagen Touareg, то есть на торгах 116 тысяч рублей, а на Drom и на Auto.ru у нас стоит 620, самая минимальная цена. Я считаю, что это очень выгодно купить данный автомобиль. Да, мы его не осматривали, это просто всего лишь пока статистика, но, тем не менее, мы всегда найдем инвестора и всегда сможем заработать свои 50 тысяч рублей на таком автомобиле. Следующее, как искать имущество на муниципальных торгах. Уже много говорим про муниципальные торги. И давайте, наверное, прямо перейдем на сайт, с ним познакомимся и посмотрим, как искать имущество на муниципальных торгах. Итак, сайт торги GoFru.ru будет приложен, ссылка будет приложена ниже на этот сайт, и вы можете познакомиться с ним. У нас есть три категории, с которыми мы работаем. И четвертая, она просто идет, реализация имущества должников. Здесь отдельные правила участия, да, то есть ее мы разбираем вообще отдельно, отдельно, отдельно. Итак, мы работаем с арендой, работаем с продажей государственного и муниципального имущества, то есть там, где государство продает имущество. И третья категория – это аренда и продажа земельных участков. Ну, к примеру, выбираем продажи государственного и муниципального имущества. Да, то есть видим, что интерфейс поменялся, но ничего страшного. Далее, что нам необходимо? Нажать в процессе подачи заявок. И мы смотрим, что у нас продается на текущий момент. То есть видим, продается, смотрите, груша дрова за 3 тысячи, не знаю, что это такое. Далее, нежилое здание за 440 тысяч в Ростове, движимое имущество за 0 рублей. То есть какой-то серединку давайте с вами кликнем, деревья, лиственница. То есть видим, что лес продается, нежилое помещение и так далее. Мы можем с вами выбрать и посмотреть. И, к примеру, нас интересует, ну пускай будет только движимое имущество. Но то, что мы с вами можем двигать, к примеру, мы хотим работать с автомобилями. Но автомобилей здесь конкретно нету, именно выборки нету. Но, тем не менее, мы можем выбрать, да, ВАЗ-21063, 17 тысяч рублей, Лада-Самара 41 тысяча и так далее. То есть мы можем прям посмотреть, что продается. И как мы видим на текущий момент, прям движимое имущество в продаже 2 тысячи 295. Я не говорю уже там продвижимое имущество и так далее.